Усадьбу. Потому что всё взросло. Уборка мусора, вырубка деревьев, скрывающих фасад, большой субботник. Неподалёку города Пушкина в надежде спасти исчезающий объект культурного наследия. Вот мы уже целый контейнер буквально за полчаса насобирали. Поскольку мне не безразлична судьба нашего города и его культурного наследия, я решил принять в нём участие, отложить все дела. И вот видите, вручную мы приводим в порядок. Двухэтажная усадьба сердца бывшего совхоза, первого в республике с 1920 года и всё время своего существования. Предприятие было одним из самых передовых, лидером социалистических соревнований. Совхоз снабжал молоком и другими продуктами, московские больницы и детские учреждения. После революции Бонч-Бурьевич предложил здесь организовать совхоз. Здесь было разрешено поставить лесопилку. Были самые лучшие привезены животные, лучшие строения, комбикормовый завод. Работа в некоторых постройках кипит до сих пор. А вот деревянный дом, в котором неоднократно останавливался Владимир Ильич Ленин, уже давно пришёл в запустение. Общий облик фасада утрачен, уцелели лишь некоторые элементы интерьеров. Но даже несмотря на это, нетрудно представить, как всё выглядело столетия назад. Комната, в которой жил Владимир Ильич Ленин, подробно описана бывшим управляющим совхозом. Обставлена она была довольно скромна. По углам располагались две железные кровати, тёмно-коричневые стулья, самые обычные венские. Стены оставались пустыми и даже на окнах. Никаких штор, пожалуй, они и не были нужны, ведь отсюда открывался живописный вид на Клязьму. Сама усадьба была построена ещё задолго до революции и принадлежала доктору Соловьёву Николаю Васильевичу. Дом сохранялся в хорошем состоянии вплоть до 90-х, пока здесь не перестало существовать музей-квартира Ленина. Помещения разграбились, снесли мемориальную табличку вместе с культурным центром. Пропала и другая ценность – знамя, которую совхозу вручили на вечное хранение к 50-летию Великого Октября. Оно имеет примерную значимость, как знамя Победы, который находится в музее вооружённых сил. Но сейчас, по моей просьбе, и администрации Пушкинского района, и краеведами, и музейщиками, знамя находятся в поисках. И мы планируем, если оно вдруг будет найдено, на что мы очень надеемся, оно займёт своё почётное место в музее истории совхоза. Основные планы куда масштабнее. Вернуть усадьбе исторический облик. А пока инвесторы не найдены, десятки местных жителей и волонтёров стараются привести территорию в порядок своими силами. И, возможно, когда-то двери этого дома распахнутся перед гостями вновь. Юлия Парфенёк, Сергей Трофимович.